Великий военачальник и стратег Михаил Скобелев пользовался невероятной популярностью в войсках. Хотя его жизненный путь закончился рано, в 38 лет, свои военные таланты он проявил в полной мере. Освободитель Болгарии от многовекового турецкого ига, участник битвы на Шибкинском перевале, взятие плевны, ахалтикинской экспедиции, которая привела к установлению мира в закаспийских владениях Российской империи. Работы, которые так или иначе отражают время полководца, людей, которые его окружали, пейзажи, которые он видел. Мы представляем время, эпоху. И действительно, когда проходишь по этим залам, представлено более полусотни произведений искусства, подлинных, естественно, то ощущаешь вот ту атмосферу, которая окружала тогдашних людей, те политические моменты, с которыми сталкивались в том числе и генерал Скобелев, его участие в срезнеазиатских походах, в балканских войнах, его роль. Ярчайшим экспонатом выставки специалисты единогласно называют полотно художника-баталиста Евстафия Кацебу, генерал Скобелев в бою сражения при Куартане, посвященное деду Михаила Дмитриевича и впервые представленное после реставрации. Этот шедевр долгие десятилетия хранился в фондах Рязанского Кремля. Если вот так углубиться в историю вообще создания этой картины, тот же вот Александр Евстафьевич, он получил заказ на несколько подобных картин, в числе которых это значилось, это примерно 1870 год был. Вот поручили ему, по-моему, пять полотен написать, он написал в итоге три, в том числе и этот. И самое главное, что интересно потом было, что в каталоге живописного армитажа государства за 2017 год значилось, что местонахождение картины неизвестно. В 2019 году доктор искусствоведческих наук сотрудник армитажа Дмитрий Люгин приезжал в Рязань, увидел картину и оценил ее по достоинству, что и стало толчком для последующей реставрации. Более полусотни произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XIX века из фондов. А также для посетителей представлены листы из альбомов-флитографии «Туркестан» и «Горная бухара», созданных в первой половине XX века крупнейшим художником эпохи модерна Павлом Кузнецовым. И картина Полидора Бабаева «Умирающий солдат» передает спасенное им знамя товарищу. Последнее по времени создание, к тому же единственное в фондах музея непосредственно изображающее полководца – бронзовая скульптура генерал Скобелев 2011 года Николая Иванова. Выставка будет работать до ноября этого года.